Исполнившему журналистский долг 17 июня 2014 года наш коллега Игорь Корнелюк попал под минометный обстрел в Луганске. Он погиб, прикрыв собой мирных беженцев. На днях Игоря вспоминали в окружной столице. Подробнее о материале наших коллег, журналистов ГТРК «Ямал». Еще в годовщину трагической гибели неравнодушные ямальцы заложили камень на место будущей стелы. Теперь разорванный осколком блокнот журналиста и расколотый гранит, как оборванная жизнь в небольшой и по-северному тихой аллее. История, которую уже никогда не переписать. Сегодня знаменательный день для ямальских средств массовой информации. Мы открываем памятник журналистам, увековечившим свое имя честным и безупречным исполнением профессионального долга. Мы отдаем долг памяти тем, кто погиб, защищая честное слово. Сегодня здесь самые близкие – жена и маленькая дочь. В третий класс в этом учебном году Дарья пошла без папы. Друзья, коллеги. Сейчас так странно. Для меня он все равно остался с живым Игорем, коллегой. И так странно, что памятник какой-то открывается, потому что это не про него. Про него это жизнь, это работа, это творчество. Теплота человеческая, она до сих пор дает какую-то уверенность, что такие, как Игорь, люди, они должны быть всегда рядом. Тогда есть и опора, есть уверенность, есть какой-то, я не знаю, есть какой-то такой взгляд туда, вперед, за горизонты, что не страшно. Невозможно признать и смириться. Игорь любил жизнь лихо, дерзко и даже отчаянно. Жил стремительно, укладывая в каждый один день жизни обычного человека два своих. Острое слово, снисходительность и доброта. Он всегда создавал вокруг себя свою большую, плотно наполненную содержанием цивилизацию. Щедро делился плодами своего очередного творения и шел дальше, даря себя и свой талант. Умение сделать интересным обыденность было его профессиональным стилем. Будучи человеком с обостренным чувством правды и справедливости, он искренне хотел разобраться во всем сам. И обязательно донести правду о событиях, происходящих на его родине. Убежденный противник любого насилия и войны. Эти кадры облетели все телеканалы мира. Взрыв, унесший жизни безоружных журналистов. Случилось это на родине Игоря под Луганском. 17 июня прошлого года съемочная группа работала над материалом о том, как хладнокровно украинская армия стирает с лица земли поселок Металист с его мирными жителями. Ценой собственной жизни корреспондент Вестейн Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин помогли мирным жителям бежать из своих домов в более спокойное, безопасное место. После гибели российских журналистов там объявили перемирие. Временное. Слезы, цветы и снова слова прощания и благодарности за труд. Он не вернулся с редакционного задания. Наш Игорь Корнелюк. Маргарита Матвеева, Эдуард Предагер, Вести, Ямал.